Приветствую вас, Лилит9. Вы знаете, по описанию ситуация выглядит так, что вы просто-напросто через чур зависите от своего мужчины. Ситуация выглядит так, что вы просто-напросто через чур нуждаетесь в своем мужчине, так что он для вас слишком много значит, а вот, скажем так, по впечатлению, по первому впечатлению для вас слишком много значит. Вот, и я думаю, что именно с этим, в общем-то, связано то, что вы, с одной стороны, и так поругались, с другой стороны, то, что вам стало грустно, вот, и так далее. То есть, вот, мне кажется, что в этом, в общем-то, дело. То есть, слишком многим, слишком многим, да, вы, как вы сказали, пожертву, слишком многим, слишком много вы, слишком много, слишком много вам пришлось поменять. Вот, и проблема, мне кажется, в том, что, как бы, не зная в полной мере человека, вы уже решили с ним жить, да, вы уже решили с ним быть. Вот, а это, в общем-то, всегда, в той или иной степени риск. Вот, а вы оказались, к этому риску, по факту, не готовы. Оказалось, что для вас этот риск, ну, слишком, слишком тяжел, скажем так. Вот. И, соответственно, соответственно, произошло то, что произошло. Это, в общем-то, нормальная история, абсолютно нормальная история, то, что между вами сейчас происходит. Когда люди чересчур нуждаются друг в друге. Вот. И так вот произошло, на мой взгляд, с вами. То есть, вы чересчур и слишком, слишком нуждаетесь в нем, он нуждается в вас. Ну, вот. И слишком большие ожидания. Вот. Слишком большие, слишком большие, так сказать, притязания, если можно так выразиться. И из-за этого возникает, собственно говоря, проблема. Естественно ли это? Да, естественно. Хорошо ли это для вас? Нет. Нехорошо. Потому что делаете зависимое из себя и привносите элемент давления в отношения. Вот. Молодой человек достаточно старше вас на очень приличное, на очень приличное количество лет. Молодой человек старше на 8 лет, это весьма много, что позволяет говорить о том, что у вас, возможно, есть некая особенность в характере, в психологическом портрете, которая, которая сделала возможным, которая сделала возможным такие отношения и такой союз. Вот. Здесь я бы, конечно, разобрался, почему вы познакомились в интернете, да, и были близкими к друзьям. То есть люди просто так в интернете не знакомы, не знакомы. Кроме того, вы говорите, что вы были в отношениях, потом вы расстались, у этого тоже есть причины, какие-то ваши действия провели. Там еще вы расстались с молодым человеком, и это тоже желательно бы разобрать. Ну, просто бы нам, чтобы вы не сделали, не повторили тех же ошибок, которые имели меня, собственно, уже. Вот. То есть с этим нужно разобраться, разобраться. Вот. У него там тоже есть определенная проблематика в отношениях. То есть вот мне показалось, например, что он такой, знаете, прям зависимый в некоторой степени, в некоторой степени партнер, такой созависимый партнер. Вот. И это, в общем-то, тоже накладывает определенный отпечаток. Ну вот, на вас накладывает определенный отпечаток, на него это накладывает определенный отпечаток. И со всеми этими моментами, мне кажется, нужно работать, вот, и разбираться эти моменты, вот. Кроме того, есть ощущение, что вы не прошли нормальную фазу развития отношений, где люди попросту, вот, знаете как, притираются друг другу. У нас в этой стадии, по сути, не было. Вот. Из-за этого, из-за этого, вот, вы версили скачок. Вы звучали скачок сразу, В. Близкие отношения. И, конечно, ссоры были неизбежны. Но в вашем случае конфликт связан с другими вещами. В вашем случае конфликт связан с тем, как вы восприняли переезд. Ну, вы об этом пишите, что, значит, все начало, во-первых, быстро развиваться. Что говорит о старой стадии. В то время, достаточно давно, раз стал с молодым человеком, был свободный. Из-за чего расстались, нужно исследовать. Он следующий был с той же женщиной, с которой уже 10 лет. То есть, тут у нас имеет достаточно прочное отношение. И, соответственно, глубоко интегрированные в личность мужчины. Вот. Далее он говорит, что у вас казалось, что пытается с ней расстаться. Но это сложно, потому что она нестабильна психически. Это правда, на самом деле. Я говорил с его семьей. С одной стороны, вы ему не верите. С другой стороны, оправдываете. По сути, его безответственное поведение по отношению к себе. Вскоре он расстался. Мы решили попробовать, потому что симпатия и какой-то интерес. Вылить всегда между нами. Мы посвящили на первую встречу. Все было замечательно. Исторический интерес был, наверное, друг другу много лет. Ну, это ошибочно. Опять же, две недели – это все-таки такое гостевое проживание. И, да, две недели – это сразу проживание. Но это не притирка и не узнавание друг к другу. Значит, планировали уже через два месяца съехаться и вместе жить. То есть, вот это вот особенность знакомства по интернету. То есть, я, в принципе, вполне себе отдаю отчет, что вы не могли никак проверить себя. Вы не могли никак притереться. Не было такой возможности притереть друг другу. Но общение в интернете – это и есть риск. По сути. А, вот, значит, так. Я к нему переехал. Ему тоже пришлось поменять место жительства. Он приехал там на другой город до мамы. Бывшую девочку оставил в квартире. Победил он в первом месяце. Помогет ей, потому что она где-нибудь где не работает. Но это вот напоминает, опять же, Такие созависимые отношения. Так. Значит, получается, им пришлось сменить всё, перестать общение с девочкой бывшей, которую он считал подругой. Оставил собачку, которую очень любят. Это прям жертвы какие-то. Понимаете? То есть, мне кажется, что у вас есть какое-то взаимное чувство вины друг перед другом. И вы просто игнорируете выбор. Каждый из вас в сторону того, что вы сделали. А я тоже оставил ради него всё. Приехал сюда, и получилось. что сделала ошибку от грусты, что мама не любит так долго. Про это вела и обиделась на него, что дома сидим, никуда не выходим, если мне грустно так. Поругалась. Честиво. Необходимо принять вот эту вот эмоцию, которая привела к ссору. Что она значит. Что она из себя представляет. Потому как то, что вы пытаетесь это рационализировать, да. То, что вы пытаетесь как-то вот, ну, по сути, вы отрицаете свои чувства, по сути, вы отрицаете свои эмоции. Это не очень хорошо. Это на самом деле. Это на тревожность такой. Эммм. Знак. К тому, как. Если вы поругаетесь, то вы были с чем-то неудивлетворены. И вы говорите, что мне стало грустно. Хорошо. Давайте подумаем, почему вам стало грустно. Из-за чего вам стало грустно, да. Вот. И вы знали, что приезжаете, что мама не увидит. Почему вы скучаете по маме. Так как бы. Вот. Ага. Значит, погорячилась из-за стресса. Так вот, со своим стрессом нам и нужно разобраться. Не извиняться, не чувствовать себя виноватым. А именно разбираться со своими эмоциями и откровенно доносить их до своего молодого человека. Вот. Вы этого не делаете. Вот. Мы долго высняли. Вы сняли. Я признал вам свою вину извинить. Вот видите, да. Виноватых здесь нет. Но молодой человек, когда вы извинились, послушайте, понял, что не такая уж вы идеальная. Это по нему больно ударилось. Вот. Он сказал, что не хорошо ругаться через пару дней после приезда. Я согласен. Я была не права. Нет. Вы не были не правы. Это нормально. Нормально, что вы испытываете стресс. Но. Понимаете. Вам двадцать четыре, ему тридцатых. Мужчина. Мужчина взросле вас. И почему он ступил с вами в ссору. Почему он позволил себе с вами ругаться. Это большой вопрос. Это большой вопрос. А вы смущаетесь себя винить. Так. Он вроде простил, но после этого на звездном сердце он немного другой. А что значит, что он простил? Вот. Опять же, да. Какие-то, знаете. Очень спинают детско-родительские отношения. Вот. Особенно, если вас там не было отца, например. Потому как. Опрощать вас особо не за что вы действительно сидели дома и действительно не ходили. Вы в чужой стороне. И вам тяжело. И это нормально. Что вам стало грустно. Да. Другой вопрос. Что вы не хотите брать за это ответственность. То обвиняет. То обвиняет себя. То собственно. Лавинообразно выражая чувства. Но это уже другой вопрос. Ага. Так. Значит, мне начали говорить. Он сказал, что после конфликта больше не чувствовал себя как выйти со мной. Как будто чувство любви пропало. И не знаю, что с этим делать. Идеализация. Сначала, что он вас идеализировал. А целая идеализация пропала. И такой, какая вы есть, он вас не готов принять. А вы пытаетесь стать обратным. Такой, какая вы есть. Но если вы не разберетесь с эмоциями своими. Если вы не начнете их выражать адекватно и конструктивно. То ситуация, во-первых, обязательно повторится. И во-вторых, он не будет чувствовать, что это вы. Что это вы настоящие. Так. Говорите, что надеялся. Так. Из этого чувствуют, как будто он не достоин меня. И чувствовать себя плохо после того, как меня целуют. Не очень понятно. Но тут опять же вы говорите про чувства другого человека. А работать мы с вашими чувствами. Говорите, что надеялся, что через пару дней чувства вернутся. Но этого не произошло пока. И он боится не начаться все время. Ну то есть, да. Это вот опять же. Это момент, связанный с идеализацией. То есть, плохо не только вам, но и ему. Потому что он так вот долго хотел с вами быть. Он так много надеялся, что этого предлагал. А это вот в итоге принесло разочарование. Естественно, не надо этого тоже плохо. Надо сказать, что чувства не вернутся из страны учителей. Их не было, это была иллюзия. Вопрос в том, сможете ли вы построить что-то другое. Более взрослое. А еще потом пытался поговорить. Когда он выпил, он сказал, что он себя чувствовал плохо, долго под давлением устроит. Из-за чего. Ему было нехорошо. И он надеялся, даже был уверен, что когда мы приедем, все будет хорошо и не будем ругаться. Что-то такое. Но это опять же иллюзия. Все люди по сути ругаются. Все люди ссорят. Все ссорят. Нужная история. Для того, чтобы какие-то вещи проехать. Почему мужчина относится к ссорам? Таким образом, это вопрос. Как бы это ни было связано с тем, что он заступает в роли такого созависимого. Опять же. Так. И он понимает, что это только один конфликт, но все равно что-то изменилось. Да. Он перестал вас идеализировать. Опять же. Помогите, пожалуйста, в чем. Что это? Я рассказал. Может, это будет хорошо. Что значит хорошо будет? Или это конец? Конец чего? То есть, если чувства, то, ну, чувства были, они не могли уйти из одного конфликта. Если чувств не было, то их и не было. Для вас это все что значит? Вот. Чего вы сами хотите? Почему вы это искали? Вот вы говорите, что я уже везде искал и считал. Зачем? Зачем? Да. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.